Белорусский Минпром отмечает 30-летний юбилей. В систему министерства входят десятки именитых предприятий, которые сохранены с советских времен и устойчиво работают и развиваются по сей день. В этом году отечественная продукция экспортировалась в 60 стран мира. За 8 месяцев объем промышленного производства вырос на 7 процентов и превысил 133 миллиарда рублей. В госавтоинспекции Беларуси рассказали об изменениях в ПДД. Теперь электросамокаты будут считаться механическими транспортными средствами, а те, кто ими управляет, водителями. Нововведения также затронут велосипедистов, и тех и других вновь обяжут спешиваться. Коррективы требования времени. Число аварий с участием средств персональной мобильности выросло на 70 процентов. В Могилев прибыл Совет парламентского собрания Союза Беларуси и России. Делегация посетила знаковые и исторические места города и района. Сегодня в планах проведение заседания и обсуждение ряда актуальных вопросов, в их числе развитие здравоохранения и обеспечение равных прав граждан дружественных стран в получении медицинской помощи. Бобруйск наградили переходящим вымпелом победителей ежегодного республиканского осмотра населённых пунктов по итогам работы в 2023 году. Город на Березине – абсолютный чемпион в своей категории. Оценка проходила по различным параметрам – по площади зелёных насаждений на одного жителя, количеству спортивных площадок и охвату раздельным сбором мусора. Принимались во внимание качество дорожного покрытия, благоустройство кладбищ, число проведённых субботников. В Бобруйске 30 сентября пройдёт третий республиканский марафон по скандинавской ходьбе, приуроченный ко дню пожилых людей. Место встречи – парк культуры и отдыха. Предварительная запись для участия ведётся до 27 сентября с 8 до 17 по телефону 72 11 63. Присоединиться к спортивному событию может любой желающий.